Взрослые часто вспоминают яркие впечатления детства, любимые игрушки, прогулки с друзьями. Нам всем не хватает частички той беззаботной поры. А что бы вы хотели вернуть из своего детства? Об этом мы спросили белореченцев. Ой, наверное, само просто детство. Вернуть было бы замечательно. Всегда мне хотелось в детстве матрешку. Знаете, матрешки раньше были, они были редкость. Хороший детский парк. Со всеми аттракционами, какие были раньше. Ну, велосипед, наверное. Первая игрушка такая. Друзей, наверное. Очень скучаю по друзьям из детства. Школьные друзья. Ну, наверное, баян отцов вместе с папой. Потому что это самое было прекрасное, веселое детство, которое мне дали родители. Детские площадки в парке закрытого типа, чтобы дети не разбегались. Я обычно рукоделием занималась. Вышивка. Вместе с мамой на диване под народные песни. Маму уже год как нет. А вышивать до сих пор люблю. Наверное, это. Ну, это моя любимая, наверное, кукла, которая потеряла. Барби. И плюшевый мишка. Ну, это две мои любимые были игрушки. Летние прогулки в деревне, куда я ездила. Каждое лето. Бабушки. Ну, это, наверное, самое яркое событие, которое вспоминается. Занятие в танцевальном кружке. Была очень хорошая преподаватель. И довольно долго занималась, наверное, лет пять-шесть. Вот, хотела бы это вернуть. Вообще вернуть детство, да. Хотелось бы начать жить заново. Мороженое. Карусель. Первый звонок. Любимый. Ждешь его, радуешься. Какие-то, может быть, игрушки детские. Ну, уже как бы не сильно вспомнишь их. Такого прям дорогого. Если что-то и осталось, уже вон дочка перешло. Дружба между людьми. Как она была в детстве. Да много чего. Ну, просто то было детство. Сейчас мы по-другому на жизнь смотрим. Вернула бы школьных своих друзей. Ну, как раньше играли. Резиночки, казаки-разбойники. Все игры, которые были. Свободу какую-то. Потому что сейчас несвободные люди. Все зависит от интернета. А тогда мы были свободны. Хотели пойти на речку, пошли. Хотели что-то сделать, сделали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok